Едем на брошенную дачу за моей идеей. Пока, вот видите, сколько брошеных дач. Тут еще не совсем на брошенную, да? Вот мы и приехали на дачи наброшенные. Вот такие вот у нас брошенные дачи. Каждый год мы сюда ездим, собираем что-то. В этом году ничего здесь нет. Малины нет, смородина вся засохла. Погуляем, посмотрим, походим. Вот такой малинник, допустим, и была ягода. Почему-то сейчас на молодых не вижу ничего. На старых, вы видите, оно все такое зеленое. Я так поняла, что как будто не созрело. А малину уже продают. Она, скорее всего, будет малина, но что-то непонятно в этом году, не пойму никак. Вроде бы как и красненькая где-то на кончиках висит. Так, это не малина, это одно недоразумение называется. О, какой цветочек растет. Вот наша дача. Это вот именно наша. Ничего здесь нет. Одна облепиха. И вот у нас слива. Росла тут смородина. Уже ей чуть ли не 35 лет. Конечно, соответственно, ни то я не обрезала, никто не ухаживал. Все высохло. Но все как-то плодоносило. Мы ездили каждый год. Вот красненькая одна висит. Смотрите, вот она урожай дала. Здесь был наш домик хозяйственный. Мы тут не жили, а просто приезжали. Виноград у него был тут вот около домика. И пионы росли. Одни люпины остались пионы. Мак вот этот вот рос красивый. И вот эта вот называется золотистая смородина. Мы ее раньше в деревне называли Барбарис. Вот она, золотая смородина. А вот она, ее много. Вы видите, сколько ее море. Но она какая-то мелкая-мелкая-мелкая совсем. Куст огроменный, конечно, стал, а был небольшой. А виноград обыкновенный и забыла. Донник обалденно пахнет. Этот вот желтенький. Запахи тут обалдевающие. Пойду-пройдусь. Может быть, полевую клубничку наберу. Малины нет, а клубничка есть. Вот она. И очень даже крупненькая. Не так много ее, но мы пособираем. Кто-то тут ямку разрыл. Какой-то зверек. Не маленький, я так поняла. Вот такая прелесть. Клубнички много. Мы уже набрали 5 литров. Нам достаточно. Поехали домой. Переходили через овраг и через вот этот. И увидели вот такие цветы. Ромашка. Ну, что-то листва какая-то у нее. Не как у простой ромашки. Ну, в общем, вот такая грозочками растет. Тут ее много-много-много по краю. Ну, вот она. Такая прелесть. Ну, вот мы и дома. Приехали домой. Хорошо, что мы вернулись быстренько. Собирали всего полтора часа. Набрали, как говорю, 5 литров. Вот такие грозочки набрали внучатам. Эту я переберу. Что покрасней все-таки надо будет поесть. А которая побурей, мы ее заморозим. И зимой будет вкусный-привкусный чай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. Спасибо.